Добрый вечер, в эфире МБС, программа «Энну мили леджи», которую веду я, Семен Никулин. А в гости в студию пришли адвокат Анна Урсаки и политик Александр Петков, экс-депутат парламента. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Обсуждать будем уголовное дело против так называемой группы Петренко, которая, как стало известно, дополнилась новыми обстоятельствами и фигурантами. Напомню, экс-депутат парламента Григорий Петренко, лидер партии «Наш дом Молдова» Красный Блок и шестеро его соратников были задержаны во время акции протеста 6 сентября прошлого года. С тех пор они содержатся под стражей и обвиняются в организации массовых беспорядков. Сегодня суд начал рассмотрение дела по сути и тут не обошлось без скандала. По ходатайству стороны обвинения дело группы Петренко объединено с делом двух молодых людей, которых обвиняют не только в причастности к массовым беспорядкам, но и в участии в боевых действиях на Украине. При этом обвиняемые и их защита узнали о новом повороте дела чуть ли не в ходе судебного заседания. Коллеги, так что же произошло сегодня в суде, госпожа Урсаки? Ну, Семен, вы совершенно правы. И вот даже не чуть ли не во время судебного заседания, а прямо во время судебного заседания мы узнали о том, что вот эти вот сексуальные фантазии нашего прокурора, потому что я, честно сказать, по-другому не знаю, как их выразить, и то, что отражает вот плод этих болезненных фантазий, отраженных на канале публика прайм, что там еще принадлежит Плохотнюку, потому что они все просто идут за подписью одного и того же редактора. Сегодня вдруг воплотились в уголовное дело, которое якобы присоединено к делу Петренко. На самом деле такое определение было принято 11 января, и, конечно же, этот суд состоялся в наше отсутствие. Судья, которая получила для рассмотрения дело неких граждан по имени, я даже не могу запомнить сегодня с первого раза, если я не ошибаюсь, Иванчук и второй Кудимов. Никто не помнит их. Ну, я прошу прощения у зрителей, если я вдруг договорилась, и кому-то помнится другая фамилия, вполне возможно, я не совсем четко воспроизвожу эти имена, это не так важно. Мы знаем так называемого Иванчука и так называемого Кудимова по новостям на этих самых телевидениях Плохотнюковского холдинга, где им приписаны участие в боевых действиях Донбасса. Какие-то там сепаратистка, сунионистка, юлезионистка, в общем, инопланетянские дети. А где они были 6 сентября? А с 6 сентября якобы они тоже были на улице Банулесской ладони, то ли в гуще событий, то ли рядом, то ли напротив, никто не знает. Насколько мне известно, так неофициально от некоторых коллег-адвокатов, сами граждане Иванчук и Кудинов, если я правильно опять же произношу их фамилии, отрицают свою причастность как к этим донбасским событиям, что я, в принципе, склонна верить, что это, конечно, не более чем Плохотнюковские вот эти вот бредни, и отрицают свое участие 6 сентября в каких-либо протестах, не говоря уже о том, что это были мирные и законные протесты. Насколько мне известно, опять же, неофициально от одного из коллег, кто-то из этих двоих ребят жаловался даже на то, что на него оказывается давление, его пытаются заставить и рассказать, что он был на этих протестах, а взамен прекратить ему эпизод по так называемому Донбассу. В связи с чем человек просто отказался от показаний, потому что ни к Донбассу, ни к 6 сентябрю он никакого отношения не имеет. Делается это все для того, чтобы запугать, во-первых, западных партнеров, потому что уже это ни для кого не секрет. Сегодня я повторю, и, наверное, во время передачи неоднократно еще к этому вернемся. Четыре высокопоставленных европейских чиновника изъявили свои письменные гарантии, которые будут представлены в судебном заседании для того, чтобы Петренко был освобожден из-под ареста. Эта процедура предусмотрена нашим уголовно-процессуальным кодексом, и внутри, в рамках этой процедуры, два депутата Европарламента, и двое представителей, двое депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы представили свои гарантии и покрыли своим именем так называемые определенные риски, связанные с нахождением подсудимого на свободе. Поэтому я, когда была в пятницу на пресс-конференции, говорила о том, что предстоит, какие новшества будут в деле Петренко, в частности, связанные с этими гарантиями высокопоставленных европейских чиновников, я предвидела, что по делу начнутся какие-то шоуменские заморочки, потому что наверняка прокуратуре будет невыгодно, чтобы завтра, послезавтра мы вставали с таким-то ходатайством, и судьи, такие же подневольные, как эта прокуратура, стояли перед выбором. Что же на этот раз? Отклонить уже прошение четырех евродепутатов? И как это отмотивирует? Ведь они не могут судя написать. Потому что мы боимся Плохотнюка, потому что мы боимся Мельничука, председателя суда. Они не могут такое написать. Они должны написать что-то по закону. А что напишешь по закону? Случайно недостаточной гарантии депутата Габриэла Зиммер, допустим? Или депутата Бундестага Андрея Хунко? Давайте спросим мнение от господина Петка. Господин Петка, вот вы как гражданин и не адвокат, вы видите процессуальную какую-то связь между событиями на Донбассе и событиями 6 сентября на улице Банулевского Бадони? И почему, собственно, людей собираются судить вместе по столь странным и разным фактам? Нет, безусловно. Это фарс от начала до конца, все это дело. Анна сегодня не сказала только одно. Вот сегодня мы когда пришли на заседание суда, на месте, где на скамье, где обычно сидят адвокаты, там обнаружили одного человека, который оказался... Когда мы его спустили, а вы кто? Он сказал, что это уже адвокат. Ну, мы его первый раз видели, потому что, ну, как бы не первое заседание уже, знаем... Мы же господа Усаки первый раз видел. Знаем всех, да. Человек говорит, я адвокат, а чей адвокат? Ну, я звал этих двоих. Ты же кого-то из них даже видел. Да, на что мы его спустили, слушайте, а вы здесь вообще, ну, каким образом, как вы, может, это не ваш процесс? Мне сказали прийти, и я сюда пришел. Вы представляете, до чего дошло? То есть, когда адвокаты уже, ну, чуть ли не стесняясь, говорят, что ему сюда сказали прийти, и он пришел, его даже совершенно не то, что не возмутило, а он даже не задался вопросом, почему эти два дела должны быть объединены. Да, насколько это... А он что, бесплатный адвокат? Мы даже не смогли этого выяснить. Понятия не имеем, кто что-то... То есть, такая ситуация может сложиться, если адвокат... Слушайте, даже если он бесплатный адвокат, если он даже еще и бесплатный адвокат, это вдвойне хуже, потому что он, получается, от имени государства защищает. То есть, он от имени государства будет еще и обвинять дополнительно, да? То есть, совершенно очевидно, что это был заказ. Сегодня впервые на судебном заседании было три прокурора. И вместо где-то порядка 15-20 автоматчиков, которые были, как всегда, да, сегодня было порядка 30. То есть, решили... Эти люди реально, они больные. То есть, вот эта вот болезнь мозга наверняка... Три прокурора, 9 обвиняемых, по одному прокурору на троих. То есть, хорошее получается. Да, слушайте, я вам вот что еще скажу. Сегодня я был в апелляционной палате, у меня там очередное мое административное дело. Я, поскольку заседание было на втором этаже, я как-то глянул во двор, во внутренний. Там привезли в автозаке, в таком большом автобусе, наверняка там с десяток 15, наверное, зэков. Ну, либо предварительно арестованных, не знаю. Я вам хочу сказать, что я там не видел ни одного автоматчика. Ни одного, я подчеркиваю. Видимо, они не столь общественно опасны, как соратники Григория Петербурга. То есть, эти люди, которые принимают решения относительно того, как и куда послать дополнительные спецсилы, они исходят из какой-то угрозы. Либо из того, что мы должны, если даже нет этой угрозы, мы должны ее сделать так, чтобы она была. Ну, может быть, члены партии, наш дом Молдова, Красный Блок попытаются освободить своего лидера? Ну, да. Если сказать то, что все руководство практически партии находится в заключении, то тут уже... Вот она хочет дополнить. Да, можно я прошу прощения Александра. Я хочу встрять, чтобы не потерять мысль. Я немного увлеклась тематикой про европейских чиновников, потому что это, на самом деле, очень важный аспект дела Григория. И отошла от объяснения того, почему маразм, связанный с Донбассом и с вот этими всякими публиковскими и праймовскими страшилками, сегодня просто у нас расцвел в суде. Дело в том, что в пятницу, когда я объявляла о последующем ходатайстве, которое будет представлено благодаря этим четырем гарантиям европейских чиновников, я предвидела и даже сказала прессе о том, что наверняка у нас в понедельник случится одно из следующих событий. Либо прокурор заболеет, либо кто-то из судей заболеет, либо они все уйдут на какие-то семинары, либо произойдет, я не знаю, что-то в том суде, вплоть до того, что выключится свет, потому что им, конечно же, невыгодно. Они понимают, что в тот момент, когда мы встанем и положим на стол эти четыре еврогарантии, там начнет уже большая проблема. И отдалить этот час можно только, отдалив само заседание. И сегодня такая попытка была совершена. Просто мы пресекли ее достаточно жестко. Александр уже не знает этот момент, потому что он вышел из зала. Дело в том, что Александр свидетель по нашему делу, то есть один из заявленных свидетелей в списке защиты. И сегодня он в момент допроса одного из потерпевших находиться в зале уже по закону не мог. Поэтому я вот, кстати, и для Саши, и для вас, и для телезрителей расскажу, что там произошло. В тот момент, когда мы поняли, что какой-то произошел капкан, который еще не захлопнулся, потому что мы этого, конечно, не позволим, когда нам объявили, что 11 января без нас какой-то другой судья объединил это дело, не спросив, а это уже серьезное нарушение закона, нашего мнения, объединил дело Петренко с делом Кудимова или Иващука, то есть добавил официально нам вот эту вот донбасскую нотку, о которой пели страшные сказки уже два месяца, как эти публики. Значит, конечно же, мы изъявили протест. Судья говорит, вы совершенно правы, вы имеете возможность обжалования, и вот пока это все зыбко и непонятно, более того, пока существует определение о том, что все-таки этот донбасс уже с нами, может быть, мы не будем никого допрашивать, чтобы не пришлось этого повторять и делать это еще раз, когда эти двое, Иващук и Кудимов будут все-таки с нами, либо не будут. А обвиняемые еще посидят пока. Да, обвиняемые еще посидят пару месяцев. Очень такая вот изощренная попытка одно, добавить этой публике рейтинга, ну я не знаю, кто, когда говорю рейтинг, кто их смотрит вообще, да? Никто, наверное, нормальный человек там просто не смотрит ни публику, ни прайм, ни никого из вот этих. Тем не менее, значит, сегодня добавили перчинки вечернему блюду этим макароном, который скормит публика и правим наивному телезрителю, и дали возможность судим и прокурорам отдалить тот печальный час, когда мы поднимемся и заявим ходатайство по поводу освобождения Григория Петренко. Не удалось, не удалось. Это, во-первых, значит, реакция наша будет жесточайшая. Я перед прессой, перед той прессой, которая, ну, я надеюсь, что она свободна и, значит, будет объективно отражать события, я опровергла, я опровергаю здесь и буду опровергать информацию о том, что этот самый Донбасс в лице Кудинова и Ващука, может быть, и даже не в их лице, потому что я очень сомневаюсь, что у этих ребят на самом деле какие-то там дела с этим Донбассом. Ничего из того, что связано с делом этих двух ребят, не имеет отношения к Петренко ни по сути, ни процессуально, ни юридически, ни фактологически, никак. А вы будете встречаться с адвокатом этих людей, чтобы какую-то общую тактику защиты? Ну, вы знаете, если бы я знала, что вот этот вот немножечко напуганный парень, который сидел в зале и вообще не понимал, где он находится, ему просто сказали, приди, он адвокат Кудинова, то, наверное, я бы не стала так настаивать, чтобы он покинул зал. Я говорю, слушайте, вы ошиблись, давайте тут наше дело, до свидания. Он встал и вышел. Я потом поняла, что, оказывается, мой коллега, зовут его Александр, я вот сейчас запамятовала имя. Теперь, конечно же, мы будем искать встречи с нашими коллегами, какие бы они ни были. Будут это государственные адвокаты, либо платные, это не важно совершенно. Я не перестаю верить, что защитник в зале находится все-таки для того, чтобы защищать. И наверняка этот человек пришел, чтобы своих, точно так же зря попавших в какое-то вот надуманное, что Андрей, дело, ребят, защитить. Только я очень хотела бы, чтобы защитили этих ребят отдельно. Мы своих подзащитных, адвокаты Кудимова и Ващука, своих подзащитных. А Шендра, я так понимаю, чтобы повысили, теперь он вместе со своим начальником Попой поехал подшивать белыми нитками дела в муниципальной прокуратуре. Ну, пускай займутся какими-то вот неплохо. В муниципальной прокуратуре неплохо бы заняться дефлаграцией, которая вот случилась на рынке, вследствие которой умер человек, неплохо бы распилами господина Дарина Киртуаки заняться. Там есть фронт работы. Вот, может быть, наконец-то вот это вот неуемное. Ну, прокуратура всегда говорит, что нужны заявления. Нужно, чтобы кто-то писал заявление. Полно заявлений, поверьте мне. Может быть, наконец-то этой неуемной шендривской энергии найдется вот выход. Причем, дай бог, наконец-то законный выход. Хорош, идти домой вечером, сочинять какие-то сказки, воплощать их в жизнь. И, я не знаю, ну, честно, разводить на деньги наивного и счастливого заказчика. Неужели, я вот сижу и думаю, ну, неужели вот эта вот вся команда этих, кто они там, консультанты, кто вокруг Плохотнюка находится, который внушает ему, что это, так сказать, круто, что это помогает, что это акул. Что это, что это, я вообще не понимаю. Ну, неужели это, кого-то еще может вот эти вот бредни восхищать, и если на самом деле Плохотнюк, вот у меня была такая информация, что он платит за вот каждую такую выдумку, если это так, то, ребята, go on, честно, давайте еще, выдумывайте, раздевайте его, пусть он вам платит, народ все равно в этот бред не верит. Трагизм ситуации, знаете, в чем еще заключается, в том, что, ну, вот адвокат, да, мы сейчас не знаем, какой он государственный, либо частный, но очевидно было, что человек вообще не знаком с содержанием дела, потому как я ни как, ни как юрист, ни как правовед скажу, что человек, который является адвокатом, ведущим какое-либо дело, думаю, что резонансное, да, если двоих людей обвиняют в наемничестве, да, думаю, что это довольно-таки серьезное дело, то есть адвокат должен был серьезно подготовиться к такого рода делу. Да, это страшно, если да. Да, то есть, как бы тут должны были все моменты, как, что, дела, вот здесь какие-то тонкости, здесь еще человек приходит ни там, ни сям, это вот у нас качество такое, правосудие, да, у нас судьи с прокурорами заодно, у нас прокуроры приказывают судим, в том числе на этом, на этом процессе, у нас судья одна, которая, а их там трое вообще сидят, судья, которая ведет, как ее, Людмила Урсу, да, судья, которая ведет заседание, она всегда говорит, инстанция адиспус, не советуясь вообще с этими двумя людьми, вы понимаете, а коллег, для чего вот это, это, это опереточная вот такая постановка, она кому нужна? Ну, может, они в судейской комнате уже все обсудили, я думаю, что они не в судейской комнате, это все обсудили, я думаю, что все заготовлено, темник есть, все, все как надо, но даже какие-то нормы соблюсти, на то им ума не хватает, привести председателя судейской коллегии из Лева, да, в Кишинев, с понятными, совершенно очерченными перспективами, да, когда строятся дома для прокуроров, дома для судей, все понятно, что здесь, какие у человека этого будут перспективы, которые даже никак не советуются со своими коллегами, когда принимают решение, говоря о том, что есть станция аддиспус, ну, какое может быть доверие к суду у людей, какое, какое может быть доверие к правосудию, потому что никакого правосудия здесь нет, совершенно. даже не то, что нарушение, понимаете. Когда, извините, когда, когда судья, председатель судейской коллегии говорит, что находящиеся в зале заседания 10, потому что всех остальные, все остальные были в коридоре, но как минимум 10 автоматчиков, не являются угрозой ни для правосудия вообще, о чем мы вообще разговариваем? Ну, на усмотрение суда, то есть. Какое усмотрение суда? Люди находятся с автоматами в зале суда. Это является угрозой для правосудия. И если эта судья по фамилии Людмила Урсу, вот эта левская судишка, приехавшая сюда, в Кишинев со своими провинциальными замашками, говорит, что это не является угрозой правосудию, так мы должны ее научить, сказать, что вообще-то юстиция и правосудие, она исходит во имя народа и от народа. Это является угрозой для народа вообще, как такое. Мне эти автоматчики не угрожают, да, как она говорит? Так, а там еще люди сидели. Там люди еще сидели в этом зале заседания. А если у кого-то, не знаю, соскочить предохранителя этот автомат, они не такие уж профессионалы эти бойкие, ребята, не надо. Если думать, что если человек взял, нацепил себе каску и эту маску с прорезью для носа и для глаз, то он уже профессионал, нет ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы видели, как они себя ведут. Абсолютные вообще профаны своего дела. Абсолютные профаны. Поэтому мы тут должны говорить о каких-то глубинных проблемах. Проблема существует для всего общества. Когда правосудие вершится под дулами автоматов, в этом нет ничего хорошего. Вы, насколько я знаю, занимались в свое время очень плотно преднестровской тематикой. Наверняка помните этот изысканный прием, почему бы не называть его, допустим, пропагандистским. В Приднестровье в очередной раз голосуют под дулами автоматов. Это всегда было. Всегда на любых выборах это все использовалось на все 100%, как это нужно. Вот сегодня у нас идет правосудие под дулами автоматов. Приехавший на одно из заседаний депутат Европарламента Хельман Шольц, он увидел у этого человека дар речи пропал. Он там находился, чтобы вы понимали, меньше часу. Во-первых, его толкали дулами автоматов. И он вообще не понимал, где он находится. То есть он вроде приехал. Я не помню, он успел пообщаться с Григорием Петренко? Да, он успел. Вот эти полчаса, что он там был, он успел пообщаться с Григорием Петренко. Нет, нет, а в СИЗО. А в СИЗО его не пустили. Тогда сымитировали такой инцидент. И вот человек, приехавший из Европарламента, увидел такое, от чего у него вообще глаза на лоб полезли. Кстати говоря, Хельмут Шольц, я извиняюсь, Александр, что перебиваю, опять возвращаясь к своим Еврогарантам, один из этих четырех подписавших в отношении Григория Петренко прошение об освобождении под личную гарантию. Госпожа Урсак, я вас попрошу напомнить еще раз телезрителям всем, что сейчас осталось от обвинения, в чем конкретно обвиняются Григорий Петренко и его соратники, что по делу осталось? У нас сегодня был трогательно такой недалекий, я не знаю, что нельзя в эфире телевидения говорить слово тупой. Запикайте слово тупой. Свидетель, ну да, он даже не свидетель, он выступал, кажется, потерпевшей стороны. Так вот, он в какой-то момент попал в тупик на определенный логический вопрос, он сказал, слушайте, а можно я не буду отвечать на этот вопрос? Вот я, вы знаете, хочу повторить его фразу, можно я не буду отвечать на вопрос, в чем обвиняется Петренко, потому что, учитывая то, что сегодня зачитал прокурор, я, если буду это повторять, я на одну секунду очень близко буду с этим маразмом, а я не хочу туда приближаться, потому что можно завязнуть. Честно вам скажу, Петренко ничего не совершал, то, что ему инкриминируется, оно глупо, неправильно, фальшиво, абсолютно не обосновано с точки зрения закона. То, как это подкреплено доказательствами, напоминает, ну, я даже не знаю, как вам сказать, какой-то вот такой вот пушистый шар из ниточек, который, знаете, только потянешь, и вот он сразу разматывается, фактической базы тоже нет, мы четко и прекрасно знаем, что после процесса, после протеста на Болгарской, после палаточного городка, Плохотнюк, причем это уже существует и в качестве свидетельских доказательств, то есть есть люди, которые это слышали, я в том числе, он просто пообещал, что я буду выжидать момент, когда он в следующий раз заступится, на этот раз ему конец, просто ему конец, и действительно это произошло 6 сентября. Самое страшное, что с Григорием это могло произойти и в другой день, то есть 6 сентября подошло Плохотнюку не только для мести Григорию, хотя, конечно же, в первую очередь для мести Григорию. Здесь, как впоследствии оказалось, и я в этой правде убеждаюсь каждым днем, она мне все больше и больше ужасает. Дело Григория Петренко стало своеобразной вот такой вот визитной карточкой того, что может натворить Плохотнюк с каждым из протестующих. И я здесь хотела немножечко баутет рассказов о самом процессе Григория, несмотря на то, что по мне, я могу просто 23 часа из 24 об этом рассказывать, я хотела бы, чтобы зритель не обвинил нас в предвзятости, в том, что мы соратники по борьбе, мы анти-плохотнюковская команда во веки веков, пока вот эту слизь из тела страны мы не выдавим, мы не успокоимся, мы не остановимся, мы бояться не будем и будем идти вперед. Мы продолжим после перерыва на рекламу. Мы продолжаем программу «Инумилилейджи». Сегодня мы с Александром Петковой и Анной Урсакей обсуждаем длинное дело Григория Петренко и его соратников. И Анна Урсакей заканчивает свою мысль. Да, я вот перед тем, как мы преврались на рекламу, я говорила, что, наверное, объективный наблюдатель за нашей с вами передачей подумает, хорошо, но, наверное, все-таки неправильно слушать новости о деле Петренко только от Урсаки или только от Петкова, потому что эти люди его соратники, они анти-плохотнюковская клятая такая команда. Урсаки, к тому же, адвокат, она обязана просто в своем подзащитном говорить только хорошее и высвечивая только правильные интересы подзащитного аспекта. Поэтому я хотела бы сейчас немножечко меньше вдаваться в технические подробности нашего дела. Я просто обещаю, что всем интересующимся мы обязательно удовлетворим любопытством, можно писаться в Фейсбуке, у нас уже наверняка будут передачи, я очень часто выхожу в пресс-конференции по делу Петренко. А сейчас я бы хотела уйти от вот этой юридической составляющей дела, чтобы рассказать вам социальную составляющую. Я уже глубоко убеждена, что дело Петренко, став изначально визитной карточкой Плохотнюка, как он умеет расправляться с политическими оппонентами и что случится с любым другим, который постигнет на его спокойствие, если вдруг кому-то еще, комбатантам, Рената Усатому, молодежи из платформы, другим новым политформированием сегодняшних дней, вдруг захочется протестовать, проходя возле его дома, либо возле его офиса, их наверняка ждет судьба Петренко. Вот он показывает, как это унизительно и что происходит в деле Петренко. Господин Петренко, а где же демократия в таком случае? Демократии сегодня, к сожалению, в Молдове нету, или, по крайней мере, для нее есть очень серьезные угрозы. Сегодня один из, скажем так, активных членов гражданского общества, может, с которым я зачастую не совсем согласен, я имею в виду Олега Брегу, он написал в социальных сетях, что тоталитарное государство какое-то, комментируя то, что происходит на суде сегодня. Я вот здесь могу абсолютно точно полностью с ним согласиться. Дело группы Петренко не единственное резонансное дело и не единственное дело, которое привлекает наших западных коллег и партнеров. Есть еще дело экс-премьера Влада Филата. Вот чем объясняется, по-вашему, что дело Филата расследуется с огромной скоростью, дело Петренко тоже передано в суд, а тем не менее дело о пропаже крупной суммы денег из бюджета и из трех банков так и не завершено, и мы так и не знаем, куда они везти деньги. Наверняка эти два дела можно рассматривать вместе только исходя из того, что ими пытаются создать дымовую завесу. То есть это все-таки дымовая завеса? Да, безусловно. Конечно, я не стал бы их ни в коем образом сравнивать и сводить воедино. Тем более после того, как я вчера вечером узнал о том, что адвокат Филата, пока Филат там заявляет, что типа он притеснен Плохотнюком, а адвокат Филата вместе с министром от Плохотнюка строит свой бизнес довольно-таки припеваючи. То есть вообще, еще раз говорю, не стал бы их сводить воедино, эти два дела. Они имеют совершенно разные коннотации, совершенно разные, если брать, допустим, по Петренко, то абсолютно политическое. Если брать со стороны Филата, то там, скажем так, политика экономичная, экономическая, если можно так говорить. То есть там есть экономическая, коррупционная составляющая, она существует, безусловно. Все, что объединяет эти дела, это опять же амбиции вот этого полутораметрового индивидуума, который у нас тут захватил юстицию. Это дело, например, в частности дело Петренко. В частности дело Петренко, оно является делом не только против Петренко, оно является делом против Молдовы. Это я могу сказать и с точки зрения фактологической, потому что, ну, рано или поздно оно будет выиграно в Европейском суде по правам человека. И оно будет называться Петренко versus Республика Молдова. Понимаете? Это будет дело против Республики Молдовы. Ну, а вдруг к тому времени Республика Молдовы не будет воспринимать решение Европейского суда, прецедент есть в России? Ну, это, скажем так, давайте будем говорить так, что у Молдовы ядерного запаса нет, золотого запаса нет, нет бриллиантов и прочих богатств для того, чтобы им можно было себе позволять такое. И нет нефти, слава богу. Поэтому, еще раз повторяю, это дело против Молдовы, это дело против всех граждан. Против, из-за того, что сегодня творит Плохотнюк, придется отвечать всей стране, в том числе финансово, потому что это будут финансовые потери. Всей стране, бюджету государства, потому что то, что сегодня творится, это творится просто правовой беспредел. С одной стороны и с другой стороны творится просто беззаконие, откровенное беззаконие, на фоне ухудшающегося социально-экономического положения наших граждан. Вот сегодня стало известно, что Генпрокуратура завела уголовное дело против протестовавших у резиденции президентов Кондрицы, якобы за угрозы в адрес первого лица государства в применении насилия. Это тоже из той же цепи? Конечно, это уже просто отвратительно, честно. Мы вот с Александром, так случилось, мы были на всех протестах, начиная с января 2015 года по сей день. Мне доводилось даже быть на абсолютно полярных протестах в один и тот же день. Это на протесте Петренко, допустим, на протесте Сергию Макану. Мы были в Кондрице с Александром, мы были возле в Палаточном городке, как мы угрожали президенту, так мы угрожали Плохотнюку. Понимаете, все только паранойя, я сейчас говорю не о президенте, потому что это опять же Плохотнюк. Весь этот моторчик сидит вот сейчас в этом глобал-центре и сейчас он выдумывает уже просто организируя, просто исходя на нет, они выдумывают последние какие-то удобоваримые версии для того, чтобы при вероятной мысли того, что это правительство все-таки будет инвестировано, я надеюсь, что это будет не так, и люди будут на улице, и мы не позволим этому парламенту совершить преступление. Но это опять же другая тема. Значит, имея какие-то надежды на то, что он все-таки удержится, ему надо создать этот шумовой фон. Шумовой фон из дела Петренко, вот эти все пошли в сторону ветви. Он испробовал на деле Петренко, как идут новости про Донбасс, как пугаются западники, как неприятно всем экспертам к этому прикасаться. Он испробовал на деле Петренко, что такое автоматчики, которые на самом деле людей просто в зале пугают и создают такой фонд, что не каждый человек, иностранных депутатов в том числе. Он испробовал полнейший судебный беспредел, просто решение суда, в которых вот читаешь и пытаешься понять, и не можешь. Я знаю, что это не единственное решение суда. К сожалению, наша юстиция пестрит уже этими перлами за последние годы, потому что полное ее порабощение не могло не иметь как обратную реакцию, полнейшую деградацию, в том числе и интеллектуальную судей. К сожалению, это так. Я очень надеюсь, что я говорю не обо всех судьях. На самом деле, когда я говорю деградацию, я подразумеваю конкретные лица, и опять же, определенные конкретные лица, я еще считаю, что они являются нашей надеждой. И те, и другие знают, как я говорю. То есть следует ожидать еще посадок? Я думаю, что да, я думаю, что да. Опять же, я немножко против слова «посадка», потому что для меня все-таки посадка – это какой-то вот уже окончательно оглашенный переговор. А до этого не дойдет ни в деле Петрянко, до этого не дойдет ни в каком из этих заказных дел. Это просто дымовая, но очень неприятная, шумовая, звуковая, я еще не знаю, как там можно сказать. Как государство будет все это расклебывать, если все эти дела развалятся на завершающем этапе? Кто будет платить этим людям компенсации? Ну, после 7 апреля до сих пор еще государство расклебывает, платит, платит и платить будет компенсации. Наверное, у нас потом ожидает вот такой же тоже 5-6-летний период, после которого эти компенсации будут выплачены всем – Петренко, прочим людям, против которых возбуждаются те дела. Что касается дела по поводу кондрицы, я просто знаю, что идет, так скажем, обкатка на слабо определенных людей, которым плохотюб пытался погрозить пальчиком. Я знаю то, что эти люди на такие вот угрозы смешные просто не подадутся. И опять же мне просто стыдно за ту прокуратуру. Завтра будет написано какое-то идиотское постановление. Это постановление будет читать нормальный адвокат, они будут его высмеивать, опять будет пресса. Опять люди будут сидеть, не понимать, что Рената Усатова покинул страну. Ну, я не знаю. У меня, мне честно скажу, таких новостей нет. Сегодня я узнала о том, что это дело возбуждено, в том числе и против Рената. Когда мы были в заседании по делу Григория, я уже свои комментарии, являясь одним из юристов, который имел непосредственное отношение к делам Рената Усатова, я, конечно, комментарий для прессы сегодня сделала. И более того, мне стало известно, что такие же угрозы, так сказать, найдите адвоката и придите в прокуратуру, начали поступать уже и к комбатантам. То есть, ничего нового они не выдумали, это просто смешно. Знаете, я понимаю, что мы движемся уже к концу передачи, наверняка ее так... Есть у нас еще немножко времени. Есть у нас еще немножко времени. Можно я вам расскажу вот еще про интересный момент, четко указывающий про то, что все, весь этот просто гротеск происходит из-за одного социопата. Если не сильно длинно. Не сильно длинно. Лилия Петренко, супруга Григория Петренко, пошла на свидание в пятницу. В это воскресенье был Григорий день рождения. И Лилия понесла ему открытки от друзей и товарищей. В числе этих открыток была открытка от меня. И еще от двоих подписавших ее наших соратников о борьбе. Саша Петка улыбается, потому что он один из подписчиков. Имя третьего я разглашать не буду. Почти все присутствующие подписали эту бумагу. Я не подписывал. Блохотнюк не удавился. Ну, значит, джентльмены подписали, текст составляла я. Конечно же, помимо поздравлений, пожеланий здоровья, я увлеклась тематикой сравнения дела Григория с будущим делом Плохотнюка. Сказала, что нечего бояться человеку, читавшего овод или так закаляла сталь. Я имела в виду Гришу. Объяснила, что 20 лет Плохотнюк на зоне вряд ли проживет. И т.д. и т.п. Так вы знаете, это прочитали. Я понимаю, что наверняка слово овод мог напугать вот этих интеллектуалов из ПУ-13. Слово про сталь. Наверное, тоже было пугающим, если все-таки… Что намерки на каких-то криминальных авторитетов, которые тоже в Гашке видны. Ну, наверное, да. Понимаете. А самое страшное, что и из-за все открытки пропустили вот эту «нет». Вы понимаете, идет цензура. Во-первых, прочитали личное. Никто не имеет права прочитывать письма, открытки и прочие почтовые, которые идут в заключенном передаче. Прочитали и найдя в тексте вот непонятные для них слова, а также, ну, так скажем, сравнение, не очень хорошие слова в отношении Плохотнюка, они не пропустили. Для чего? Чтобы заключенный, полизаключенный в камере не держал неугодные Плохотнюку слова. Ну, безопасность прежде всего. Это уже настолько маразм. Почему я сейчас вот уделяю этому время? Потому что случай, произошедший с Лилией Петренко, просто показывает, что на самом деле, значит, организирующая система оказывает ему уже последнее, знаете, вот, видимо, когда аккумулятор садится, он… Конвуз. Мне почему-то так кажется, да, что он… Вот он блымает. Господин Петренко, в конце прошлой недели, в свете вот этих всех событий, затянувшихся на значение кандидатов премьера, появилась информация о подготовке переворота в Молдове. Притом тоже силами оппозиции смешали сюда и платформу, да, и партию Усатова, и социалистов. И на фоне всего этого даже главный коммунист Молдовы, говорят, покинул страну. Вот этот заговор, это что, это тоже часть дымовой завесы или это… Нет, это часть очередного бреда. Изобретенного на проспекте Дмитрия Контимира 1-1, я имею в виду офис Global Business Center, офис Плохотнюка. Видите ли, подготовка первая, подготовка госпереворота, ну, тем более, в Молдове не может занимать два года. Это смешно. Это в то время, когда госпереворот фактически произошел после предательства по Дурару, замена по Дурару на Филиппа, и то это подкупа депутатов, на которые открыто пошел Плохотнюк. Безусловно. Сажа Тимофтина, который также открыто пошел Плохотнюк. Это кто про госпереворот? И второе, госпереворот в условиях захваченного государства, это надо быть вообще, не знаю, идиотом не в квадрате, а в третьей или даже в пятой степени. Потому что, ну, что еще могут придумать эти люди, не сказать или пугать людей госпереворотами. Да у нас люди, они сильно запугаются. Да, причем люди сильно не запугались, во-первых, потому что наверняка они готовы к смене власти и они любую смену власти сегодня в Молдове назовут госпереворотом. И воспримут ее как должное. Я думаю, что люди так, просто что, что Плохотнюк сказал госпереворот? Пусть будет госпереворот. Пусть будет госпереворот. Плохотнюк зря пугает людей госпереворотом. Я объясню вам почему. В силу определенных региональных особенностей. И в этом смысле я приведу только два примера. Пример Румынии и пример Украины. Оба наших соседа. В Румынии в результате также госпереворота 26 лет назад произошли известные нам события. Я думаю, Плохотнюк сегодня должен смотреть очень внимательно хронику 26-летней давности. Румынскую хронику. Она есть в свободном доступе в интернете. Тогда развалился весь соцлагерь. Я не говорю сейчас про весь соцлагерь. Я говорю, например, только по Румынии. Поставили к стенке и расстреляли конкретно Чаушеску. Чем закончилось? Как это дело делалось? Как это дело проводилось? Плохотнюку или, скажем по-другому, Чаушеску, так же как Плохотнюку. Я вчера имел беседу с одним очень уважаемым мною румынским профессором политологии. И я ему как-то сказал, что, слушайте, знаете, там в офисе Плохотнюка очень сильно нервничают, потому что Плохотнюк всех там чуть ли не посылает из-за того, что ему мало хлопали на митинге перед оперным театром. На что человек очень быстро нашелся и говорит, слушай, Чаушеску тоже так же. Ему не нравилось, когда люди мало хлопали. Это очень хорошее замечание, я думаю. Так вот, Плохотнюку стоило бы, это мой ему совет, очень настоятельный, просмотреть всю эту хронику для того, чтобы, возможно, избежать подобного рода последствий, какие были в Румынии. Так же, так же стоило бы просмотреть хронику совершенно недалекую, да, года назад, годовой давности на Украине или в Украине. То, что произошло в Киеве с человеком, которого тоже где-то пытались привечать там в Евросоюзе, пытались кто-то давать какие-то советы, пытались лобзаться, пытались руки пожимать, да. В конце концов, у Януковича судьба всем известна какая. Ну, не выдерживает колосс, тем более на таких маленьких ножках. Вот он не выдерживает и не выдержит. Рано или поздно это все посыпется. И посыпется оно ему на голову, оно не будет сыпаться кому-то из нас. Да, посыпется оно ему на голову. Вы можете изобретать сколько угодно схем. Каких угодно министров ставить в виде премьер-министров, что якобы это не ООН. Может сколь угодно создавать какие-то бизнесы, структуры, чтобы для того, чтобы отвлечь денежные потоки государственные. Рано или поздно это все равно взорвется. И взорвется у него. Это не будет что-то такое отвлеченное. Придется бежать в Россию, если брать аналогию с Януковичем. Или в Корее. Слушайте, давайте говорить откровенно. Плохотнюк является держателем как минимум еще двух паспортов. Я имею ввиду подданств. Потому что в Румынии у него их как минимум два паспорта. И в России тоже ему было выдано два паспорта. У него есть гражданство как Румыния, так и российское гражданство. То есть есть выбор определенный. Это то, что известно мне сегодня. То, о чем я могу говорить с определенной или с полной долей уверенности. Рано или поздно, что в Москве, что в Бухаресте задумаются о том, что у этого человека репутация не совсем соответствующая репутации нашего государства. Я очень сильно надеялся бы и хотел бы, чтобы, например, российские власти задумались относительно того, на каком основании господин Плохотнюк Владимир Георгиевич обладает российским подданством, несмотря на то, что закон о гражданстве Российской Федерации не предусматривает двойственного или множественного гражданства. А двойственное гражданство в России является уголовно наказуемым преступлением. Господин Плохотнюк, гражданин Российской Федерации, должен задуматься об этом очень серьезно. Потому как о том, чтобы он задумался еще серьезнее относительно своего румынского подданства, мы уже позаботились. Он не думал, что это все проходит мимо. Госпожа Урусаки, давайте все-таки представим себе, что 29 января у нас появляется новое правительство. Что будет дальше? Что будет дальше? Дальше Плохотнюк попытается внедрить свой план, подождать, пока истекут полномочия президента Тимофти. Во время, пока интеремат будет занимать его Финканду, снять этого Филиппа, которому суждено быть в этой самой роли… Главы правительства? Временные прокладки, люди говорят по-другому, я уже не хочу просто слово презерватив часто повторять, снять его, поставить на место Филиппа, ну, совсем уже своего человека, самому пытаться пробиться в президента. Почему я озвучиваю… Что значит совсем своего человека, как бы… А чем не подходит господин Филипп? Ну, господин Филипп не подходит тем, что в отношении господина Филиппа уже очень серьезные заявления о той же коррупции, что несовместимо, конечно же, с постановлением Конституционного суда, который тогда они в спешке заклепали 22 апреля 2013 года по Филату. И теперь оно вот иными бумерангами возвращается. Наверняка, когда уже спешки не будет, найдется кандидат, который будет отвечать всем этим, так скажем, критериям. Почему? Потому что ВМФ уже четко сказала, мы не будем заключать никаких договоров, то есть не будем работать с правительством, где, значит, кандидат в премьер, либо сам премьер, олигарх, связан с олигархатом, либо с коррупцией. При этом назови его Филиппом, назови его Падураром, назови его, как ты его не назовешь, он все равно попадает четко в эти критерии. Времень сейчас обелять, очищать, кандидата нету. Оно найдется ближе к марту, к тому времени. И президента уже строптивого не будет, даже если, я не могу уже понять, какой у нас президент, то ли герой, то ли все-таки вот, как раньше мы его называли. Ну, социалисты подали в Конституционный суд по выдвижению. Ну, и да, Конституционный суд. В том суде выигрывает только одна партия, поэтому судьба прошения социалистов уже, к сожалению, понятна. Нет, здесь они могут даже выиграть, я даже не сомневаюсь, что они выиграли. Ну, хорошо, по другому сценарию. Но если все это так, что мешало Демпартии выдвинуть чистого кандидата еще 14 января? Да нет у них чистого кандидата. Вы же говорите, что он найдется в марте. Он найдется в марте, а в этой спешке, когда вдруг Тимофтьев в какой-то момент решил назначать Стурзу. Какая спешка. Решил его. С момента отставки прошлого правительства прошло достаточно времени, чтобы найти любого кандидата. Ну, вот видите, он не нашелся. Не нашелся, потому что, и вы же мне не дали это сказать. Я вот эту вот страшилку про то, что он станет президентом, рассказываю не потому, что я в нее верю. Потому что я не просто в нее не верю. Я знаю, что этого не будет. И скорее будет сценарий 26-летней давности, который произошел в Румынии, даже без слова возможно, который так радужно пообещал Петков Плохотнюку, даже без слова возможно. Я убеждена, что не стать ему, ну не может он. Я еще раз говорю, кухарка может управлять государством по старой нашей советской докторине, сутенер нет. Поэтому управлять государством нашей страны, да не будет он. И все это и любая, и примерная иллюзия. Хорошо, кто тогда будет движущей силой вот этих вот акций, которые отводят нас к воспоминаниям 26-летней давности? Ну, значит, во время... Народ, народ. Во время революционной ситуации, да, руководит всем, скажем так, революционной необходимостью. Известные термины из исторической литературы, хрестоматийные, я сказал бы даже. Я думаю, что вот этими своими, мягко говоря, необдуманными действиями Плохотнюк ведет именно к этому. Я почему говорю, мягко говоря, необдуманными? Потому что я, например, больше чем уверен, что если бы с первой попытки еще где-то, ну сколько наверняка, уже почти месяц назад, был бы выдвинут сразу тот же самый Филипп, он бы уже был премьер-министром. Он уже был бы премьер-министром. Не было бы этих волнений. И без всяких этих митингов с привозами, без ничего. Это все пошло бы вот так. Так что пошло не так в таком случае? А пошло не так, потому что у него сценарий в голове... Абсолютно верно. У него сценарий в голове... Он хочет тоже, чтобы ему хлопали. Любой сценарий основан на логике какой-то. Нет, у него нет логики. Он хочет, чтобы ему хлопали. Водрузив свое вот это вот щедушное тельце на пьедестал премьер-министра, он навсегда перечеркнул возможность любому, кто причастен к его партии, туда становиться. Потому что он... Это воплощение коррупции. Он это воплощение того, к чему не будет прикасаться уважающий себя западный партнер. Ну а как же весь политический класс Молдовы, или по крайней мере те люди, которые считают себя таковыми? Ну вы очень хорошо сказали, по крайней мере те люди, которые считают себя таковыми, потому как он себя вот... Вот он себя считает таковым. И насколько бы это не было бы сейчас смешно сказано, но это является правдой. У человека все-таки есть там какая-то ретроспектива в голове, да. Он помнит, что ну что там, какой-то Филат запросто здоровался с Медведевым, да. Потому что был премьер-министром, даже встречался с Путиным. Вот он его встречал, потому что у него был официальный статус, да. Он встречался с Меркель, с Борозу, там еще с другими какими-то... Ну мало ли кто с кем встречался и здоровался. Нет, нет уж, извините. Когда вы встречаетесь подпольно, это одно. А когда вас показывают по всем телеканалам, и все газеты пестрят вашими фотографиями, это другое. Это другое. Вот у человека вот такое вот у него, вот такое, там, не знаю, эго такое, да. Вот он хочет, он хочет, чтобы у него были тоже вот эти фотографии в рамках. И во имя этого принесена в жертву вся Молдова, все общество. Господин Пятков, 6 сентября на площади собралось порядка 50 тысяч человек, плюс еще, видимо, в регионах была поддержка. То есть лучшей возможности для того, чтобы реализовать какие-то варианты смены власти, не было. Почему вы считаете, что за три месяца до момента, когда должен быть избран новый президент, что-то изменится? Нет, я не считаю, что это прямо так может сильно измениться просто по какому-то желанию, да, мановению в лжебной какой-то некой палочке. Потому что любые, любые события, любые изменения системные в обществе могут произойти только когда к ним, ну, не скажу хорошо готовятся, да, когда, когда идут, вот скажем, по какой-то хрестоматии. Вот я, например, сегодня считаю абсолютно бездарным требование о там, о референдуме, о выборах, о всенародном выборе избрания президента. Которое, вот это требование, оно играет на руку плохотнюку, по моему твердому убеждению. Да, это абсолютно бездарное требование. Я считаю абсолютно бездарным требованием сегодня провести досрочные выборы любой ценой. Я не считаю, что любой... То есть не нужны досрочные выборы? Нет, дайте мне договорить. Я не считаю, что досрочные выборы должны быть проведены любой ценой. Я считаю, что досрочные выборы, если должны быть проведены, а они должны быть проведены, они должны быть проведены в пакете. В первую очередь в пакете. С отставкой чекана. Не только, просто мы проведем досрочные выборы, а потом что изменим? С отставкой Чикана, с отставкой Плешки, который в курсе дядя пел, с отставкой Поля Лунч, который вышел на палате, с отставкой в КСТР, который неизвестно, если он нам вообще нужен на сегодняшний момент, потом мы как-нибудь разберемся, больше чем уверен, да, потому что чем такой КСТР, лучше его вообще, чтобы его не было, да, с отставкой Конституционного суда, который утверждает результаты парламентских выборов, тогда можно проводить парламентские выборы на самом деле. К сожалению, наше время в эфире коллеги «Истекло». Гостями программы «Инумили Леджи» сегодня был адвокат Анна Урсаки и политик Александр Петков. Мы продолжим информировать наших зрителей о событиях, происходящих в нашей стране. Оставайтесь с нами.